Сегодня на сессии Горсовета депутаты обсуждали предстоящие выборы, решили провести ревизию муниципального жилья, официально ликвидировали управление наружной рекламы и дали слово представителям непарламентских партий, чтобы они рассказали о своих предложениях по решению самых насущных проблем. Обо всем по порядку. Сергей Кузовков. В Красноярске официально утверждена дата выборов в городской совет депутатов. Как и ожидалось ранее, они пройдут в единый день голосования, то есть 8 сентября текущего года. Кстати, сегодня на заключительной сессии городского парламента депутаты рассматривали три десятка вопросов и многие из них вызвали серьезные дискуссии и споры. На протяжении пяти с половиной часов говорили о сложностях восприятия информации на сайте госзакупок, о том, что управляющие компании игнорируют запросы депутатов, отказываясь предоставить данные. Также парламентарии предложили провести ревизию муниципального жилья на законность его предоставления. В городе сегодня 80 тысяч таких квартир. В ходе сессии был принят ряд поправок. Например, согласована передача в государственную собственность края ряда учреждений здравоохранения. Сейчас планируется строительство большой детской больницы, комплексной детской больницы. Города одному не поднять это финансово. Это невозможно. Это очень большие финансовые вложения. Только совокупные вложения и части города, сейчас в системе проектирования, и в части реализации плана строительства и финансированного строительства. Это безусловно край. 3,5 миллиарда, это 24 миллиарда, 27 миллиарда в бюджет города. Только можно поднять за счет средств субъекта федерации сегодня. А это проявление нового лечебного учреждения. Это совершенно иной принцип и уровень лечения на сегодняшний день детей в городе Красноярске. Депутаты единогласно проголосовали за ликвидацию управления наружной рекламой. Теперь эти функции возложены на департамент градостроительства. Единогласно утвердили и день выборов в горсовет. Как и ожидалось, они состоятся 8 сентября. Ну, первое, горсовет уже принял решение. Теперь его дело в течение 5 дней данное решение опубликовали в газете «Городские новости». И с момента опубликования этого решения в газете начнется официальная кампания. Напомню, городской совет в этот раз будет избираться в составе 36 депутатов. Из них 18 по одном андатным округам и столько же по партийным спискам. На сессии, которая на этот раз продлилась почти 6 часов, разрешили выступить с докладами представителям всех политических и непарламентских партий. На предложение откликнулись три объединения. Представители «Яблока» затронули проблемы экологии и сферы ЖКХ. Предложили, например, устанавливать видеорегистраторы для фиксации дорожных работ при укладке асфальта. Коммунисты настаивали на организации общественного контроля над управлением муниципальной собственностью. А гражданская платформа свой доклад посвятила проблемам коррупции во власти. Высокие цены на коммунальные услуги. Второе, это недоступность жилья и высокие цены на жилье. Третье, это качество услуг ЖКХ. Четвертое, это благоустройство. Пятое, наркомания. Шестое, это недостаточность мест в детских садах. Седьмое, экология. Ну и вообще, если просто пройтись по городу, мы увидим массу проблем. Ливневки, парковки и так далее и тому подобное. Но главная проблема, которую все граждане, все избиратели отмечают на сегодняшний день, это коррупция. Более 70% людей об этом говорят, когда мы их спрашиваем в этих вопросах. И более 50% сталкивались с неправовыми действиями в отношении себя со стороны представителей власти. Сергей Толмачев уверен, что основной проблемой местного самоуправления сегодня является структура взаимодействия нынешнего горсовета и мэрии. Честно говоря, на сегодняшний день первое, что нас не устраивает, что городской совет это просто машинка для принятия решений тех, которые транслируются из мэрии в городской совет. Мы считаем, что так как раз не должно быть, что депутаты в первую очередь должны представлять интересы горожан, защищать их интересы. То есть контролировать чиновников мэрии по решению тех проблем, которые перед всеми нами стоят, перед всем городом. То есть главная функция городского совета это контроль за действиями мэрии. Потому что в городском совете на сегодняшний день в Красноярске 36 человек. Каждый из них представляет 40 тысяч человек горожан. А в мэрии там порядка тысячи, еще включая районы, тысячи чиновников. Вот мы считаем, что главная функция это контроль над работой городского совета, то есть со стороны городского совета над мэрией, чтобы задачи решались более качественно и более эффективно, чтобы качество управления повышалось. Депутат Владимир Венедиктов предложил всем приглашенным партиям передать свои доклады в горсовет, пообещав их содержание разместить на сайте парламента. Кстати, на сегодняшней сессии по непонятным причинам отсутствовали почти треть всех депутатов. Добавлю, что народные избранники в июне соберутся еще один раз. Это будет внеочередная сессия городского парламента. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-55-04 или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Олег Голубин. Афонтова. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok